Всем привет! Давно я не снимала свои видео, потому что, как я уже упоминала в своем последнем видео, в Аризоне установилась вечная весна, и мы стараемся больше находиться outside, то есть на природе, стараемся ходить на какие-то шоу, посещать концерты, ну то есть стараемся жить полной жизнью, наполненной жизнью. Значит, в Аризоне прошел гольф-турнир, прошло шоу арабских скакунов, мы туда ходили, здесь американцы, кстати, очень любят эту бороду лошадей, это великолепное представление. Дальше, значит, мы посетили два концерта, один это Джо Банамаса, которого я просто обожаю, как здесь в Америке говорят, he's close to my fire, то есть он очень, его манер исполнения, то, что он, как он играет, то, что он исполняет, то есть какие песни он исполняет, очень близко к моему, так будем говорить, темпераменту. И мы с удовольствием сходили на этот концерт, и еще раз я убедилась, что это великолепный музыкант, и на него хоть один раз в жизни, но стоит сходить. Потом мы сходили на концерт Австрийского симфонического оркестра под управлением Андреа Руи, он, значит, в основном они исполняют вальсы, вальсы Штрауса, Шопена, они исполняют Шостаковича. Мы когда ходили на концерт, они даже исполнили русскую коленку в стиле вальса, это было вообще необыкновенно, так очень красиво, и людям очень это понравилось, все аплодировали стоя, и я считаю, что вот именно вот этот симфонический оркестр Андреа Руи, это, например, в моем, я считаю, это было как in my bucket list, то есть в моем перечне, в списке, который я бы хотела, куда бы я хотела сходить, что бы я хотела сделать в своей жизни, вот это одно из пунктов, это вот сходить на его концерт, потому что это на самом деле, это, как говорят, спектакль, это такой спектакль с фейерверками, со всякими звуковыми и световыми эффектами, с вальными танцами, с этими вот одеждами, значит, которые великолепно одеты были, значит, исполнители этих вальных танцев, то есть мы получили тоже огромное удовольствие. Ну, вот что я сегодня утром делала, я пошла, как всегда, хайкинг, это один из моих любимых видов спорта, у меня, кстати, есть одно видео, которое так и называется, спорт для женщин, кому за, и некоторые женщины разочарованно оставили комментарий, что они, увидев это название, думали, что они найдут, как все-таки заниматься спортом, женщинам, которым за, и не нашли ответа, Ну, мое глубокое убеждение, что лучше, чем хождение лазами по горам, а не просто, значит, прогулки по ровной местности, по асфальту, это одно из лучших кардионагрузок, и не только кардио, вообще нагрузок на все группы мышц, на все суставы, на все связки, которые, никакой любой другой, ну, я не буду говорить спорт, но занятия в зале на какие-то определенные группы мышц, они нам не дают. Хотя я тоже хожу на различные там классы, это может быть и йога, это может быть и масл класс, то есть на какие-то группы мышц, это и на растяжки, на пилатис я хожу, но все равно, опять же, я пришла к выводу, что самое лучшее занятие спортом, особенно вот в моем случае, это когда ты идешь в гору, ты идешь, постоянно поднимаешься, и там, где есть спуски и подъемы, все равно ты идешь, поднимаешься, и твое сердце испытывает в этот момент нагрузку, это самое лучшее кардио, и потом здесь вкупе работают все, все мышцы твоего тела, не просто какие-то определенные, а они работают все вместе, потому что когда ты идешь по тропинке в горах, ты наступаешь на камни, ты на какую-то ложбинку наступаешь, то есть постоянно у тебя весь корпус твой находится в напряжении, под воздействием окружающей среды и под воздействием того, на что ты наступаешь, находится под твоими ногами, и ты все время в напряжении находишься, и ты строишь свое тело так, чтобы оно балансировало, чтобы не упасть, чтобы не подскользнуться, не подвихнуть себе ногу, вот этот баланс, вот это умение балансировать постоянно, каждую секунду, оно напрягает все твои мышцы и делает твои суставы более эластичными, так что я считаю, что именно лазание по горам, это одно из лучших видов спорта, особенно для женщин, которым за. Ну вот, я немножечко еще хочу рассказать такой мой маленький секретик, все-таки детально, как же я это делаю, я не просто иду в гору, я иду, я танцую, я беру свой селфон, я беру свои наушники, я иду, значит, на YouTube, набираю, значит, нахожу своего любимого там исполнителя, он, например, очень часто я использую банамаса, потому что именно когда ты идешь, вот в чем-то эта музыка очень подходит, она такой задает ритм и темп, что ты идешь, ты не устаешь, ты наслаждаешься от этой музыки, и ты даже не замечаешь, как время проходит, и ты проделываешь очень большую, подвергаешься очень большой физической нагрузке, с каким-то таким большим, как pleasure, с большим таким, ну, ты испытываешь при этом такое большое, не только физическое, такое моральное, ментальное удовольствие от слушания вот этой музыки, которую ты любишь. Вообще, я считаю, вот, я безумно люблю музыку, я считаю, что я, когда я слушаю музыку, я такое получаю удовольствие, наверное, от наркотиков, потому что я, ну, я никогда не использовала наркотики, но поскольку я провизор, работаю в аптеке и встречаюсь с такого рода людьми, которые используют наркотики для поднятия своего настроения и для такого иллюзорного удовлетворения от жизни, и вот так вот то, что они рассказывают, я считаю, что такое же примерно удовольствие получаю я от музыки. Поэтому, когда занимаешься чем-то, помимо того, что, ну, то есть, когда ты занимаешься спортом, это иногда, особенно вот в зале, когда ты считаешь, что да, ну, нужно заниматься, но это тяжело, но нужно, это монотонно, и это совсем, не совсем всегда интересно, то музыка, она помогает, а особенно если ты идешь и занимаешься своим любимым, так будем говорить, видом спорта, да, еще с музыкой, это вот все равно я могу, вот сравниваю еще себя, когда я знаю, что вот я не работаю, завтра утром я пойду в горы, у меня такое чувство, такое exciting, такое вот ощущение, как будто бы я завтра собираюсь на свидание идти, вот честное слово. Это, наверное, какой-то, ну, если может кто-то сказать, что это впадаешь в детство, ну, а почему не впадать в детство, нужно жить так, как ты хочешь, с удовольствием, и делать по максимуму все с удовольствием, поэтому я иду в горы, я танцую, я уже примерно знаю, в какое время, на каких тропинках меньше народа, я сначала, когда иду, какие-то люди впереди меня, какие-то люди сзади меня, но я их потом обгоняю постепенно, и когда я уже вижу, что никого нет, ни там, ни здесь никого нет, и только вот природа, вот этот ветерочек, вот эти птички, эти растения и ты, и музыка, я останавливаюсь даже и начинаю танцевать. О, Боже, как же это прекрасно, танцы, это так прекрасно. Но я сегодня немножко увлеклась, кстати, вот я хочу рассказать, я хотя и выбрала трудную, значит, трудной такой сложности маршрут, я иду, танцую, там где-то люди впереди меня еще, какая-то группа такая, я иду, 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 ну, я же уже там все, как бы тропинки уже знаю, потому что я занимаюсь этим уже не первый год, и иду, 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 танцую, мечтаю себе, нахожусь в своем каком-то мире таком сказочном, смотрю, впереди меня группа людей идет, и что-то мне так вот как-то проскользнуло там, когда я прошла, уже поравнялась с ними, и их обогнала дальше, пошла, думаю, Боже мой, ну что это, люди с какими-то такими рюкзаками, столько много у них там чего-то там и вода, столько много, так они экипированы, что тут-то всего-то ничего, там один-полтора часа пройтись. Обогнала, иду, 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 танцую, танцую себе, и вдруг мне что-то такое в голову стукнуло, думаю, что-то долго, я уже примерно знаю время какое должно пройти, и вот когда ты идешь, уже там ты вот где-то в определенное время должен завернуть за гору, и уже там вот, ну то есть ты ландшафт уже знаешь, и почему-то этой местности я не вижу, а какая-то местность немножко мне незнакомая. И я так оглядела, и я увидела, что я на какую-то уже слишком высокую гору взбираюсь, уже я почти там наверху, и никого нет вокруг, и одна, и эти люди еще там, которых обогнала, далеко внизу, и тут до меня дошло, это я взяла курс, перейти туда, куда я вообще никогда не ходила, самая высокая, прямо вот гора такая высокая, и нужно было через нее, значит, ну, значит, этот маршрут идет через эту гору, и там где-то спускается за горой, и куда-то далеко, далеко еще куда-то уходит. И до меня дошло, вот эти люди, которые там экипированы, они оказываются настроены на долгий переход, а у меня всего одна бутылка воды, и то половина уже нету, я уже ее выпила. Мне так немножко не по себе стало, что я слишком далеко уже зашла, я посмотрела на время, и время уже было полтора часа, это я полтора часа взбиралась в гору. И я вот со своим этим эксайтингом, с этой музыкой, с этими танцами, я даже не обратила внимания, как я уже черти куда забралась, и вообще нахожусь одна, и неизвестно, тут уже, может быть, где-то на меня смотрят какие-нибудь койоты, шакалы, и эти горные, как говорится, львы. Я так сняла наушники, и вот такое какое-то у меня, вот такая минута какая-то, что я поняла, я смотрю, и внизу, далеко-далеко внизу, маленькие такие домики, город далеко-далеко внизу остался, и здесь надо мной только небо, я прямо вот как в небе стою, и летят самолеты, потому что я в Скатстве, частный аэропорт, и очень много, особенно вот сейчас, этих частных небольших самолетиков, которые вот все время в небе там кружат, и смотрят это все, и приземляются, взлетают, и я вижу этот самолет, который прямо надо мной летит, так близко я его вижу, и он такой крен дает вокруг, так вот заворачивает, и мне так что-то такое стало, вот как будто я вот как птица, я там стою, и я вот парю в этом небе, и я представила, как я сама сижу в этом самолете, и так мне захотелось управлять этим самолетом, и вот испытывать вот этот вот в управлении этим самолетом, как вот я тоже разворачиваюсь и с креном вот ухожу вправо, как птица, и вот я встала, смотрю, небо надо мной, этот самолет удаляющийся куда-то вдаль, и тишина, звенящая тишина, иногда где-то птички щебечут, я смотрю вниз, вокруг, кактусы, какие-то кустарники, эти камни везде, эти горы, такой свежий, легкий ветерок, там далеко внизу где-то город, далеко внизу где-то люди, и ты совершенно одна, вот совершенно одна, и никто тебя не потревожит, и ты никого не можешь, и никто тебя не стеснит, ты никого не стесняешься, ты знаешь, что ты одна, вот ты одна. Это такое чувство, что вот стоит туда забраться, чтобы его испытать. Поэтому я считаю, что женщина должна, хотя мы иногда говорим, что мы никому ничего не должны, ну, мы не должны в той степени, в какой мы должны себе, потому что женщина, я рассматриваю, это как энергетический локомотив, который тянется за бой и мужа, и детей, и родственников, поэтому как ни ей, как ни женщине нужно это обновление, обновление энергии, то есть освобождение своей чакры от повседневности, от того, что у нас там накопилось негативного, ей нужно где-то набираться новой энергии, потому что наступает такой опасный момент, когда женщина вот не догадывается о том, она просто не замечает, как изо дня в день, изо дня в день она себя нагружает, она себя навешивает столько стрессов, нагружает себя столькими делами, что в один определенный момент ее энергия просто истощается, она заканчивается, и начинается сначала апатия, потом депрессия, потом болезни. Вот самое главное, это чтобы у женщины была обновленная энергетика, она ее может перезарядить только когда она остается одна с собой. Но, конечно, не всегда есть время, может быть, и не всегда есть возможность выйти куда-то, где-то на улице, где-то вне дома, найти такое укромное место, где тебя никто не потревожит, где тебя никто не прервет в твоих мыслях, может, это можно сделать и дома, когда никого нет, включить музыку, потанцевать или просто посидеть в тишине, подумать, разложить все на своей полочке, все в своей голове, к чему ты идешь, к чему ты пришел, как ты идешь. Потому что иногда же мы находим тропинки, которые нас заводят совершенно не в ту сторону, а в самом начале, если мы оглядываемся, то у нас цель и мечта была одна, а на самом деле мы зашли в другое место, может, даже тупиковое место. Поэтому побыть одной, разобраться, задать самой себе вопросы и ответить на эти вопросы, и обозначить какие-то ориентиры на свое будущее, это очень важно, это очень важно. Но когда мы выходим на природу, это же вот, это все так божественно. То есть в этот момент, девчонки, оставайтесь одни, мечтайте о таких вещах, о которых вы даже и по секрету никому никогда не расскажете, только самой себя. Что у тебя там, ну, например, прекрасный, самый лучший дом, самый красивый, самый большой. И что в этом доме? Представить себе каждую комнату, представить себе вне дома, что у тебя находится, представить даже, почувствовать этот воздух, вот этот вкус этого воздуха, представить, как ты куда-то поехал, может быть, куда-то на острове, находишься, или представить, что ты встретил именно того человека, который мечтал, и как он выглядит, и что вы делаете, куда вы ходите, и представить себе, какая у тебя машина красивая, о какой ты только мечтал, и куда-то ты едешь, и куда-то ты тоже, где никого нет, и ты мчишься, и то же самое слушаешь музыку, и, ну, в общем, помечтать о таких вещах, о которых нужно мечтать, на самом деле, мечтайте, испытывайте радость от того, что вы находитесь, вот плаваете в этой своей мечте, дотрагивайтесь до нее, потому что, когда мы ощущаем это все, пребываем в этом, это такой экспириенс, что, когда мы спускаемся на землю, мы понимаем, что мы там были, и мы там можем быть, вот мы сейчас вот выйдем на улицу, вот сейчас ночь закончится, а завтра утром начинается новая жизнь, и она на самом деле может начаться, вот как это не парадоксально, а именно побывав в своих мечтах, побывав в своих иллюзиях, зачастую женщина потом и находит то, о чем она мечтала, вот как это не парадоксально, то есть наши мысли, они потом каким-то образом осуществляются, осуществляются и переходят в материальное, и что-то вот начинают в тебе люди такое замечать, что-то может быть слегка таинственное, неуловимое такое, что-то свежее, а произошло то, что вы набрались новой, здоровой, чистой энергетики, и девчонки, это нам просто необходимо, это нам необходимо как воздух, это нам необходимо как наша одежда, как наша красота, как то, наше, наше я, поэтому девчонки, находите время, вот находите, начните культивировать в себе это желание, остаться наедине со своими мыслями, найти это место, где вы там можете побывать, и летайте так высоко, как только можно, и путешествуйте так далеко, как только можно, не стесняйтесь ничего, вы самая лучшая, вы самая красивая, вы самая молодая, вы самая сексуальная, вы самая желанная, и вы самая счастливая. Спасибо. 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 Спасибо.